Сегодня мы поговорим о композиторе, чьи песни стали по-настоящему народными. Речь пойдет о Борисе Андреевиче Макроусове. В 13 лет Борис впервые услышал, как звучит рояль. Он стал подбирать известные мелодии и сочинять собственные. В 16 лет молодой человек поступил в Нижегородский музыкальный техникум. Позже в Москве выступление хора имени Пятницкого произвело неизгладимое впечатление на юного Бориса Макроусова. Во время Великой Отечественной войны Борис Макроусов служил в Черноморском флоте. Но о музыке не забывал. В 1942 году он написал песню защитников Москвы. В 1948 году композитору вручили сталинскую премию за песни «Одинокая гармонь», песни о родной земле, заветный камень, хороши весной в саду цветочки. А какие песни Бориса Андреевича Макроусова вспомнили вы? Пишите в комментариях.